Добрый день, дорогие зрители канала Домашний очаг с Мариной. Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. И очень часто я говорю вам такие слова, что если у вас сегодня что-то болит, подумайте о том, что вы сделали вчера для того, чтобы не болели сегодня. Наступает осень, а за ней зима, и рецепты народной медицины всегда у вас под рукой. Дорогие друзья, мы с вами говорим об самоисцелении, но профилактика здоровья, конечно же, очень актуальна. Имбирь. Имбирь настолько распространен уже как специя на территории наших стран, и целебные свойства имбиря просто поражают своим многообразием. Трудно представить, что все это сочетается в одном растении, в его корне, который употребляется как и в пищу, так и в лечебных чаях, фито-чаях мы используем, и даже в приготовлении блюд. Корень имбиря – настоящий лекарь. Он оказывает противовоспалительное, обезболивающее, рассасывающее, заживляющее и тонизирующее действие. Он очень хорошо влияет на пищеварительную систему, улучшает секрецию желудка, избавляет от кишечных колик. И, кроме того, имбирь улучшает кровоснабжение, ускоряет обменные процессы. В такой период очень важно согреть себя, наполнить себя теплом. И имбирь с этими задачами прекрасно справляется. А знаете, как имбирь переводится с санскрита? Означает универсальное лекарство, поэтому он настолько дорог и ценен для каждого человека. Проводятся постоянно современные исследования с имбирем и определено, что имбирь является сильнейшим антиоксидантом. Я сама принимала имбирь на протяжении полугода для разжижения крови, для активизации обмена веществ, но всегда контролировала давление, потому что у каждого имбирь может по-своему влиять. Кому-то повышает давление, кому-то снижает давление. Если вы гипертоник, в любом случае вы должны контролировать давление и прием специальных препаратов для снижения давления у вас должно быть параллельно. Имбирь эффективно снижает уровень холестерина в крови, стимулирует пищеварение, обмен веществ улучшается и очищает организм от шлаков, токсинов. И очень важно в осенне-зимний период, когда вы начинаете какую-либо диету, но у вас сгущена кровь, у вас плохо работает лимфосистема, вы не видите результата от своего диет. Поэтому я вот всегда рекомендую перед тем, как начать разжижение крови, какую-то диету обязательно используйте имбирь. Это прекрасное средство, которое действительно является антиоксидантом. Он выводит из организма все, что у вас там накопилось, особенно если вы на приеме каких-либо лекарственных препаратов или провели курс, например, капельниц, и вам надо очистить организм. Используем обычные имбирные напитки, дорогие друзья, в тепло-горячем виде. Можно с лимоном, можно с медом, можно добавлять различные ягоды. Очень важно использовать имбирь хотя бы профилактически. Во-первых, это профилактика рака, так как он имеет противоопухолевые и противовоспалительные свойства. И то, что я говорила, он работает с вашей лимфосистемой, которая настолько может быть токсична. И это важно для профилактики таких сложных заболеваний. Имбирь можно сравнить с чесноком, но не имеет неприятного запаха. Имбирь также убывает микробы, повышает устойчивость организма к инфекции. А вот в Японии имбирь всегда обязательный компонент суши. Она служит как защита от паразитов, живущих в сырой рыбе. Поэтому сделайте выводы сами. Мы имбирь можем хранить вот в таких корешках. Срезанный имбирь до недели хранится. Можно использовать в специях, дорогие друзья. В кондитерские изделия добавлять, в первые блюда, в мясо, в рыбу. Это очень хорошо. Основное количество полезных веществ имбиря как раз находится под кожицей. Поэтому при чистке имбирного корня ее надо срезать очень-очень тонко. А я просто вымываю хорошо щеткой, обдаю даже кипятком, потому что не знаю, откуда он привезен, из какой страны, сколько рук прошел. И потом режу, добавляю в баночку это все, заливаю меда, добавляю лимон. И у меня уже готовы такие ингредиенты. Но вы должны использовать в такой осенне-зимний-весенний период, когда много различных проблем, простудных заболеваний, эпидемии коронавируса. Они поражают ослабленный иммунитет. Поэтому вам в любом случае надо себя как-то активизировать. И я даже рекомендую в такой период попробовать любые специи, добавлять в горячие напитки. Вы удивитесь, когда вы добавите кардамон, например, белый перец, ну, куркуму многие используют, в которую тоже, кстати говоря, добавляют имбирь. Но вот имбирь настолько наполнит вас теплом, настолько даст вам активной жизненной позиции, если вы тяжело просыпаетесь, пробуждаетесь, если у вас апатия целый день, нет активной жизненной позиции, именно утром вот такой тепло-горячий имбирный чай настолько вас взбодрит, дорогие друзья, и даст вам путевку в этот день. Поэтому, если вы выпьете имбирный чаек, в любом случае, ну, большая гарантия, что вы не простынете под дождем, и никакой вирус вас не догонит. Поэтому обратите внимание, что имбирь используют и в салаты, и в сладкие блюда. Можно даже залить просто водкой, можно залить любым алкогольным напитком, и потом по ложечке выпивать с горячим чаем, добавлять в чай, может быть, кто-то в кофе добавляет. Это прекрасное, прекрасно стимулирующее средство. Имбирь очень полезен для похудения. Но я хочу обратить внимание, дорогие мои пышечки, на то, что у вас может быть излишек веса, а того, что у вас просто отеки. И поэтому имбирь запускает лимфоток, кровотворную систему, укрепляет сосуды, и пока вы не выведите лишнюю жидкость, дорогие друзья, потеря веса, в общем-то, для вас может быть очень проблематична. А имбирь прекрасно еще усиливает обмен веществ. Все, что вы скушали, переработается в энергию, и ускоренный метаболизм позволит расставаться с килограммами довольно легко. Будет очень заметный результат, если вы добавляете его к правильному питанию. Имбирь способствует сохранению молодости. Его тоже включаем в свой рацион. Имбирь помогает бороться с курением. Даже просто пожевать кусочек корня имбиря, желание покурить, отпадает само по себе. Преодолевает тягу к курению имбирный чай, и можно даже вот такие вот сушеные имбирные такие дольки использовать, просто жевать их. А еще корень имбиря помогает значительно снизить в крови содержание липидов, предотвратить развитие главного врага курильщика. Это атеросклероз. Имбирь очень разжижает кровь, дорогие друзья. Я практик, поэтому подтверждаю, подтверждаю, подтверждаю. И он отлично защищает сердечно-сосудистую систему от различных вредных действий. Имбирь – это просто кладезь красоты. Он оказывает на кожу и антимикробное, борется со стриптококками, с тафилококками, и внутри, и снаружи. Стимулирует, тонизирует, воздействует на нашу кожу очень хорошо. Поэтому можем делать такие масочки, добавляя имбирь, в сметану можно, да, например, если вы яичный белок, немножко имбиря или сухого, или порежете, или натрете на терочку, это будет прекрасно. Он регенерирует кожу, способствует выведению токсина из кожи, улучшает тонус, улучшает энергетический баланс, и устраняет вялость и тряплость кожи. Такие полезные свойства имбиря сделали его очень-очень популярным, и входит он в состав различных косметических препаратов. Но все-таки имбирь – это уникальное средство для нашего здоровья. Имбирь можно использовать неочищенный, как я вам сказала, можно замораживать его, обратите внимание, он не теряет своих свойств, ни аромата после разморозки. И можете по мере необходимости даже отрезать от замороженного корня необходимое количество или стругать, и сразу использовать. Вообще определенные витамины, особенно витамин С, при заморозке усиливает свои свойства. И это тоже обратите внимание. Можно добавить в белое вино и поставить на несколько часов, на несколько дней, это будет прекрасно. Сохранится вкус имбиря, будет свежесть, и вы удивитесь своих гостей, может быть, побалуете даже семья. Используйте для приготовления соуса, добавляйте в разные-разные блюда. И его можно в каплях использовать. Тоже залить кусочек имбиря спиртом или водкой, дать настоять несколько недель, и вот уходя утром на работу, или, может быть, в какую-то группу людей, где даже тот же концерт, кинотеатр, где большая вероятность заражения. Буквально небольшое количество вы можете добавить в чай, в напиток, и это будет очень хорошо. Довольно известен имбирь и в качестве афродизиака. Он даже поминается в арабских сказках, как средство для разжигания страсти. А в Китании переводится имбирь как мужественность. Поэтому для мужчин имбирь очень-очень полезен. Имбирь содержит витамины, минералы, эфирные масла, и убирает тошноту, снимает пищевое отравление, рвоту. Здесь находится магний. Он является прекрасным противосудорожным элементом. Если у вас неврозы, если у вас есть нарушения с нервной системой, судорогами по ночам, это будет прекрасно. Нервная система улучшает свое состояние. Пектины и клетчатка стимулируют перистальтику, выделение пищеварительных соков. Это снижает газообразование и ускоряет метаболизм, обращая внимание на такие заболевания, которые сопутствуют сгущению крови. Имбирь разжижает ее и улучшает циркуляцию в сосудах, снижает риск образованию тромбов. Поэтому это растение особенно полезно для людей с повышенной вязкостью крови. А благодаря усилению кровотока в органах малого таза, имбирь считается очень полезным и при гинекологических заболеваниях, и при мужских половых дисфункциях. При простудах имбирь снимает заложенность носа, активизирует иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С. Но, дорогие друзья, я должна рассказать вам и о противопоказаниях, о вреде имбиря. Это острый корнеплод, он раздражает слизистую желудка и кишечника. Поэтому, если у вас язва, гастрит, геморрой, если у вас колит, имбирь вам запрещен. Имбирь усиливает секрецию, что плохо отражается на печени и на желчном пузыре. Если у вас есть камнеобразование, если эти органы поражены, если у вас цирроз, гепатит и вот камни наличия, это противопоказание для употребления имбиря. Если вы склонны к любым кровотечениям, если вы склонны к повышенному давлению, проблемам сердца, нужен контроль врача или вы сами контролируете давление, очень важно. Поэтому или очень деликатно, или отказывайтесь от этой приправы. Имбирь усиливает кровоток, и это может ухудшить ваше состояние. Даже если нет противопоказаний к употреблению имбиря, с ним все равно надо быть очень деликатным, пробовать небольшими порциями, потому что мы не знаем, как организм среагирует на такой заморский деликатес. Это концентрированный продукт. Корнеплод нельзя кушать во время приема некоторых препаратов, которые, например, разжижают кровь. Имбирь уменьшает вязкость крови, и вместе с препаратами может привести к кровотечению. Я бы не советовала давать и детям имбирь до школьного возраста, особенно если они гиперактивны, если они страдают тяжелым засыпанием, дети не контролируют свое самочувствие, поэтому не будем экспериментировать. Но вы не переживайте, вы не расстраивайтесь. На канале Домашняя Чех с Мариной у меня очень много методов народной медицины для поддержания иммунитетов и по заболеваниям, которые вы можете помочь себе в восстановлении их профилактических целей. Это плейлисты о травах, о пользе и вреде продуктов питания. Это будет вам все в помощь, в самоопознании и в самом исцелении. Будьте здоровы и подписывайтесь на мой канал. Если это видео было интересным, важным, поставьте лайк, подпишитесь, колокольчик нажмите, чтобы не пропустить очень важные, интересные видео и прямые трансляции, стримы. Мы общаемся с вами. И я буду очень благодарна, если вы поделитесь этим видео в соцсетях. Итак, до встречи на моем канале.